Друзья, здравствуйте. Наслать на Путина импотенцию или проклятие, как выяснил проект, можем объяснить. С такими просьбами россияне стали чаще обращаться к гадалкам и колдунам. Но вне зависимости от этого, в следующие месяцы, вероятно, либо Путин, либо Медведев, либо Шойгу, либо Симоньян, либо Скобеева, их и так будет ожидать нечто плохое, потому что заканчиваются три месяца, отведенные украинскими самыми сильными магами и колдунами на то, чтобы сработало украинское проклятие. Как рассказывал Дмитрий Гордон, значит, был определенный шабаш самых главных сил Украины, которые решили избавиться собственными методами от путинских преступников. Сработает или нет, друзья, посмотрим уже в августе. Вы чего желаете Путину? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Сегодня с нами Ростислав Мурзагулов, бывший политехнолог Кремля. Ростислав, приветствую. Приветствую. Который думал, что идет на канал Гордонов, а попал на канал РЕН-ТВ. Ну, я тебе скажу, что мыслишь материально, правильно? Ну, почему бы и не подумать о чем-то хорошем? Кстати, а в Кремле вообще верят во всю эту вот эзотерику? Путин, как считаешь, суеверный человек? Ну, ты знаешь, на высоком уровне кремлевском там, конечно, много всякой ерунды, абсолютно такой шариковщины, потому что, ну, как бы, такой уровень этих людей. Поэтому среди них там есть самые разные суеверия, самые разные уверенности в каких-то совершенно бредовых вещах. То есть бывает так, сидишь, смотришь на кого-нибудь там великого, да, в каком-то очень дорогом пиджаке, в очень большом кабинете, с красивой мигалкой на BMW 7-й серии. Значит, ну, а при этом человек несет совершенную ахинею какую-то. Понимаешь, там, ведь они боги, они себя такими считают. Вот, и они, бывает, там, я однажды был на мероприятии с одним российским министром, который давал своим подчиненным указания по внеклассному чтению. Вот, что они должны знать, чтобы соответствовать его идеалам, так сказать, красоты и знаний. Ну, и, в общем-то, там такой набор совершенно, знаешь, такой бабы Маши из откуда-нибудь еще Питовки, да. Ну, вот, собственно, это уровень этих людей просто. Вот, собственно, поэтому ничего там удивляться не стоит. Раз я уже спросил о Кремле, недавно Милонов, да, такой фриковатый полусумасшедший депутат Государственной Думы сказал, что, ну, вот, значит, что в Кремле, что в Госдуме на подобство, да, эту украинскую, ну, как, значит, недоразумение какое-то, говорит, пьют много импортного алкоголя. Что это такое, говорит, в Думе продается французское вино, говорит, помой это все, надо в унитаз слить, русскую водку, значит, лучше пить. А, кстати, да, как насчет импортозамещений, в целом, насколько действительно в самой Госдуме, насколько тебе известно, в Кремле, вот, так, любят в рабочее, вероятно, время бокальчик французского тяпнуть? Ну, это, знаешь, эта эволюция прошла прямо на моих глазах, то есть, действительно, лет 20-30 назад, то есть, было абсолютное такое увлечение всем западным, всем европейским, то есть, европейское означалось, там, был знак равенства с качеством, с престижем, с вот тем, куда все стремились. Значит, потом, действительно, началась такая вот мода на такое вот русское исконное-посконное, тогда начали вот развивать, строить вот это достаточно искусственное образование под названием Плёш, вот, и там выстроили вот эти все русские избушки, там все пили, значит, самогон, ели какие-то там растягай и так далее, всякое такое. То есть, вот, начали изображать вот то, что существует, это вот великое русское древнее что-то, значит, соответственно, при этом, все-таки, конечно, до сих пор очень многие не могут отказаться от своих европейских привычек, потому что страна, Россия, конечно, европейская. Никогда, ни к какому Китаю она не отойдет полностью, это, в общем-то, временное явление, явление будет существовать столько, сколько будет жить Путин, потом все обратно вернется и все будет опять, безусловно, с французским вином, с европейскими культурными и другими традициями. Других вариантов нет. Что будет после смерти Путина, мы к этой теме еще сегодня вернемся, друзья, после того, как вы лайки этой беседе поставите. Хочется, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор, потому что поговорим о интереснейших событиях, которые происходят в Курской области. Действительно, вчера с самого утра мы за этим наблюдали, в украинской разведке долго ничего не подтверждали, там и истребители, и танки, и взрывы, и пожары, пленные российские военные, чьи допросы публикуют украинские телеграм-каналы. В общем, вот это все, что я писал, это то, во что Путин в итоге превратил Курскую область. Не вооруженные силы, а именно Путин, потому что это и стало следствием агрессивной войны, которую он развязал. И вот, вероятно, ну, как мне кажется, Александр Невзоров, кстати, высказал такую же точку зрения, что, вероятно, изначально это должен был быть такой вот рейд в стиле русских добровольцев, да, скорее нечто такой пиар-акции. Но в итоге, когда выяснилось, что за три часа было сожжено такое количество российской военной техники, были взяты в плен эти пограничники, срочники, ну, наверное, вошли во вкус, и уже просто теперь уже по инерции это все продолжается. Правда, есть мысли о том, что есть более стратегическая задача, какая, возможно, увидим уже в ближайшее время. В целом, Ростислав, как считаешь, как это может повлиять на внутреннюю ситуацию в стране, да, и, ну, мы помним, как перед выборами Путина русские добровольцы там около двух месяцев, вот, двух недель тусовались в Белгородской области, удерживали населенные пункты, это был такой подарок на так называемые выборы Путина. Теперь вот даже еще более жесткая ситуация. Да, ты знаешь, российская пропаганда там заходится в истерике, я сегодня с нескрываемым удовольствием, в общем-то, читал с утра новости о том, как Сладков пишет о том, что все, ВСУ сейчас вот прям с минуты на минуту захватит Курскую АЭС, и там пишет уже не то, чтобы как бы случится это или нет, а прямо уже расписывает, а что будет дальше, то есть он говорит, что Украина может разменять ее на Запорожскую АЭС, либо может взорвать ее, чтобы устроить катастрофу, либо может выставить Путина ультиматум, что мы вот сейчас взорвем, если ты, значит, не уйдешь из Украины, да, то есть получается, ни у кого нет сомнений в том, что Россия не в состоянии себя защищать сегодня, потому что, ну, вот разброты, шатания, развал этой армии, развал этого Министерства обороны, где вор на воре сидит и вором погоняет, и, соответственно, все те, кто их сменили, сейчас, в общем-то, просто хотят также стать такими же выдающимися ворами. И, соответственно, то есть вот, грубо говоря, российская общественность, даже вот та самая патриотическая, она сегодня вот понимает, что Россия абсолютно беззащитна, если сегодня где-то найдется какое-то большое соединение в несколько десятков тысяч человек, это соединение просто маршем совершенно спокойно пройдет до Москвы и возьмет Кремль, безо всяких вариантов, потому что у Путина кончились силы, чтобы обороняться. Вот все, что он может сегодня, это вот эти жабьи и прыжки на линии фронта самой. Это не мое определение, я стащил его у военкора российского с красивой фамилией Котенок, значит, этот же военкор, кстати, тоже признавал, что развал по всем направлениям, скрывают количество убитых, что безумное количество жертв и так далее и тому подобное. Ну, собственно говоря, вот поэтому то, что в Курской области происходит, оно не должно никого удивлять. И более того, я думаю, что... Мне так сегодня интересно было тоже мнение с утра почитать некой Марии Захаровой гражданке, сильно пьющей гражданке из МИДа российского, которая сказала, что это очередной теракт. Тогда хочется спросить гражданку Захарову, а все то, что Путин делает эти два с половиной года, это все что? Это не теракт, то есть как бы Путину, получается, можно нападать на соседние страны, а соседним странам, обороняясь переходить на территорию Путина, нельзя. Вот очень интересная логика, конечно. Если человек пошел войной на другое государство, естественно, жди войну и у себя дома. Это нормальное явление, если человек любит воевать. Ну, соответственно, пусть россияне теперь рассуждают, а хотят ли русские войны у себя на территории. Ну, если не хотят, ну все, пусть заканчивают, собственно говоря. Не будет солдат на линии фронта, не будет войны. Друзья, а с какими мыслями вы наблюдали за этими видео того, что происходит в Курской области? Оставьте в комментариях, будет любопытно почитать очень. Там, кстати, в комментариях найдете ссылку на YouTube-канал Ростислава, но также не забывайте Дмитрия Гордона, Алиса Бацмана в гостях у Гордона. Я вот если вспомнил уже военкоров, вот один из стезисов, который они разгоняют, говорят, ну все, это уже не операция по чужим флагам, это уже не какие-то русские добровольцы, это вооруженные силы Украины, вторглись на нашу территорию, ну вот это уже точно переход какой-то очередной красной линии, давайте объявлять войну, обращаться в ОДКБ, не знаю, вместе со своими союзниками по ОДКБ, идти в наступление, захватывать чуть ли не всю Украину. Вот действительно, как бы ты оценил, да, вот раньше все-таки такие операции, они как-то гибридно проводились. Здесь же, ну абсолютно не стесняясь, вероятно, имея стратегические задачи, как я уже сказал, вот проводится такая действительно военная операция уже на территории Курской области. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая, и вот такая, и вот такая, и еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту! Ну, ни для кого не секрет, конечно, что Украина в любом случае всегда действует с оглядкой на западных партнеров, потому что, ну, Украина – это часть западного мира сегодня, это уже решенный вопрос навсегда. Поэтому здесь, в общем-то, не надо переживать, что вот это, значит, какая-то такая игра, где есть главные, есть подчиненные. Нет, это не так, потому что если сегодня любая страна западного мира чего-то захочет делать, то она согласовывает свои действия. Вот сегодня, ну, Израиль, например, согласовал, как выяснилось, убийство Хании, да, то есть это сегодня тоже с утра появившаяся новость. Вот, поэтому это означает, что, грубо говоря, запад применяет все большие усилия в давлении на Путина и совершенно не препятствует Украине в организации такого давления, потому что, конечно, это, ну, такая пощечина в путинской России, его армии, его силовикам, да, что, оказывается, они совершенно не контролируют свою территорию. И еще раз подчеркиваю, украинская армия сегодня, если она найдет пару десятков тысяч свободных бойцов и технику, она может маршем дойти до Кремля. Никаких вариантов, потому что там все оголено, там никого нет. Это показали и добровольцы в прошлом году, это показали и, соответственно, пригожинские архаровцы, которые тоже туда шли, их ничего не останавливало, все менты разбегались, и только гастарбайтеры вырыли где-то траншею для того, чтобы приостановить это движение. А поэтому, соответственно, вот, да, да, грубо говоря, удавка на шее Путина сжимается. Это вот очередной тому показатель. А вот ты говоришь с оглядки на Запад, как ты думаешь, вот, например, если согласована эта операция власть с Соединенными Штатами, то насколько сейчас мы можем говорить, что это один из таких шагов, которые может предпринять демократическая администрация для того, чтобы усилить свои позиции перед выборами, да, потому что это уже не первое, не первое такое яркое событие за последнее время, и кажется, что, вероятно, да, мы можем увидеть еще до выборов в Америке какие-то серьезные продвижения Украины на фронте именно, скажем так, с подачи США для того, чтобы усилить позиции демократов, той же Камала Харрис. Да, это, конечно, усиливает позиции демократов, и, конечно, это выбивает почву из-под ног Трампа, который этим спекулировал, достаточно, надо сказать, эффективно и умело. То есть вот он говорил, что я все это сделаю, я верну домой американских пленных, заложников путинских, да, я остановлю войну, или там я добьюсь какой-то приостановки хотя бы таковой, да. И тут сейчас получается, что... Многие ведь говорили о том, что вот сейчас, посмотрите, будут выборы в США, и после них будет какая-то приостановка. Но ведь на самом деле, из этой вот логики исходя, я думаю, что демократам важнее это все приостановить и показать миру и своим гражданам еще до выборов, смотрите, мы тоже сильные, мы можем сделать все то, что обещают вам республиканцы. И поэтому здесь, конечно, я думаю, что именно поэтому такое мощное сейчас пошло давление на Путина. Именно поэтому со всех сторон и дипломатическими путями его заставляют. И Китай Путину просто остановил, задушил путинскую экономику полностью. То есть обрушил ему торговлю. Нельзя рассчитаться ни в юанях, ни в долларах, ни в чем, ни с каким китайским банком. То есть у Путина торговля встает. Более того, они Путину больше не дают дронов. Дроны – это 80% смертей сегодня на фронте. Это не шутка, это не просто маленькая летающая жужжащая машинка. Это серьезное боевое оружие сегодня. И, соответственно, плюс к этому, да, вот еще и согласовывают и не воспрепятствуют Украине вот в нанесении таких тяжелых ударов, как в Курске. А это тяжелый, подчеркиваю, да. Потому что здесь ведь нельзя говорить только о том, что вот несколько сотен бойцов захватили в плен нескольких российских срочников. Дело вообще не в этом. Дело в том, что сегодня Путину показали – мы можем маршем пройти до Кремля. Мы можем захватить хоть сколько России, пока ты там вот вгрызаешься в нашу линию фронта. И, соответственно, что Путину остается делать? Ну, значит, надо брать какие-то силы, чтобы защищать эту огромную границу. Представь себе эту махину, да. То есть это еще одна линия фронта. Это нужно брать еще, я не знаю, полмиллиона солдат, на мой взгляд. Ну, примерно, да. Я, понятно, не военный эксперт, и здесь не прикидываюсь таковым, но просто здесь сравнимые вещи, просто чисто географически, да. И, соответственно, а где Путин возьмет этих людей, когда на мобилизацию никто не прется, а когда замещать даже выбывающих двухсотых, трехсотых, ему неким уже. И, соответственно, усилия предпринимаются все более дикие для того, чтобы хоть кто-то пришел на войну. Да, то есть они спам-рассылку уже стесняясь совершенно делают. Они уже в центрах занятости предлагают самую первую работу, понятно, какую, да, работу убийцей и мародерам в Украине. Соответственно, и так далее, и тому подобное. То есть выплаты в России за то, чтобы солдат пошел на службу сегодня, на войну, больше, чем в Америке в таких же обстоятельствах. Да, Америка, которая, да, богаче в десятки раз. Соответственно, это все говорит о том, что, вот, да, Путину все тяжелее становится вот это все продолжать. И его загоняют, как ту самую крысу, в угол. Ну, и, в конце концов, я думаю, что они должны еще и понять, что просто загнать его в угол и дальше с ним разговаривать нельзя. Его дожимать надо. И, соответственно, я думаю, что там это тоже понимают, просто исходя из логики происходящего. Потому что уже ему не оставляют никаких лазеек, чтобы отскочить, выскочить, чтобы там как-то оправдаться. Я думаю, вариантов нет. Я думаю, что на работу идет западным миром на снос Путина, именно на снос. Ты сказал об этих выплатах. Недавно буквально обсуждали с моими собеседниками рекордные выплаты в Москве, почти 2 миллиона рублей. Все, Петербург побил этот рекорд, Ленобласть и Питер теперь дает 2 миллиона 100 тысяч. Плюс Путин вдвое поднял выплаты федеральные. То есть, грубо говоря, 2,5 миллиона можно получить сразу практически. Ну, понимаем, делается это для того, чтобы избежать наверняка новой волны масштабной мобилизации, хотя о том, что она будет проведена до конца осени, говорили в том числе на саммите НАТО юбилейном. Как считаешь, Лосислав, ну, опять-таки, может, не с военной крючки зрения, а скорее с политической, но насколько будут пытаться оттянуть вот этот день, когда снова придется активно набирать, ну, мобилизовать, да, просто людей? Я понял вопрос. Понимаешь, что цена, она не может расти просто бесконечно, какой-то же потолок все равно есть. Я думаю, что мобилизация в России сегодня невозможна. И по двум причинам. Первая – это та самая Кащеева смерть. Да, вот такой термин часто в Украине я слышу. Ну, одну же пережили уже, Ростислав. Нет, потому что, ну, все-таки это конечное число, понимаешь? То есть, это мобилизация, это, грубо говоря, пропылесосили алкоголиков, маргиналов, людей, у которых с совестью все сильно плохо, людей, у которых с разумом все сильно плохо, да, то есть, которые не в состоянии открыть интернет, почитать, посмотреть, какая выживаемость на этих мясных штурмах, да. То есть, ну, нормальный человек, адекватный, да, прочитав какие-то новости на эту тему, на независимых интернет-площадках, он поймет и узнает о том, что выживаемость там 5%, да, и, соответственно, двухсотицы и трехсотицы не захочет. Ну, соответственно, как бы еще раз, количество идиотов, оно конечно в любой стране мира, включая Россию, несмотря на то, что там, конечно, много десятилетий, а то и столетия уже, людей обрабатывают, оболванивают, вот, да, тем, что вот у нас есть великий царь, поклоняться надо, никуда не деться от этого, и, соответственно, куда скажешь, туда идти. Вот, но, тем не менее, все-таки есть ограничения этого количества. Теперь второе, то есть, во-первых, все-таки политики в России понимают, что это для них будет тяжелейший имиджевый удар, и что от него они могут и не оправиться, то есть тут может начаться тот самый русский бунт. И сейчас вот мне, конечно, многие скажут, да или нет, они такие забитые, никогда они не поднимутся. Так говорили всегда. Я помню эти разговоры еще в советское время. Я был уже достаточно разумным существом, я понимал, что происходит, я видел эту тишину вокруг себя, я ходил на эти демонстрации на 7 ноября, 1 мая, все вот это вот, я был пионером, вот, и тоже думали все, что это не случится никогда, потому что все мы были забитые, зачуханные, и никто не хотел сопротивляться этому бездушному монстру власти советской, да. Соответственно, сейчас кажется точно так же, но нет, на самом деле, ну, нужен просто какой-то повод. Тогда, кстати, одним из поводов стала афганская война, где в десятки раз людей меньше погибало. А сейчас, соответственно, вот с этими всеми ужасами, я думаю, что это все-таки возможно. Но еще больше, я уверен в том, что все-таки возможны внутриэлитарные перемены, потому что там сейчас все больше людей начинают понимать, что все, это финиш. Потому что, если ты, например, посмотришь, что вчера Соловьев нес о Набиулиной, которая рассказала всю правду об состоянии российской экономики, а состояние, если коротко, то это просто крах. Ее больше нет. Она это, конечно, использовала какие-то грамотные термины научные, да, там, перегрев экономики, бла-бла-бла. Но если как бы коротко, то все, у них дебет с кредитом больше не сходится. То есть их дальше ждет либо гиперинфляция, да, как в каком-нибудь Димбабве, да, где у них там квача превратилась в нечто, что уже навесы начали отгружать они, да, там, как бы в какой-то момент людям в виде зарплаты. Вот, и, соответственно, то есть вот это опять-таки то, что сопровождало гибель Советского Союза. Там же тоже была такая же история, тоже вот это вот падение, соответственно, рубля, тоже коллапс экономики, тоже ничто ни с чем не сходилось, тоже нет нормальной торговли с миром. Соответственно, уже россиян предупредили о том, что начинается дефицит товаров, то у них нельзя будет купить нормальных продуктов, нормальную технику нельзя будет купить. А с тем, что сейчас Китай объявил, да, вот об этих грядущих ограничениях на торговлю, то сейчас россияне останутся без компьютеров элементарно. А как сегодня жить в мире нормальным без компьютера, если ты не Путин, да, который считает, что с бумажечками можно что-то порешать? Но это же не так. Мы сейчас обязательно еще вернемся к теме вероятного похода на Москву. Кто бы мог его организовать? Буквально после того, как обсудим, ты косвенно коснулся темы Израиля, да, и убийства террористов. Все были в ожидании вероятного удара со стороны Ирана еще 5 августа. Кто-то там, значит, другие СМИ писали, что 12-13 это нападение может произойти. И тут вот абсолютно неожиданно в Иран полетел Шойгу, да, уговаривать Иран, значит, не нападать на Израиль. И, в общем, это все так какие-то сливы в СМИ, в общем, причем не только в российские, в западные. И вот уже как-то вроде и Россия какой-то миротворец, который пытается предотвратить глобальную войну большую на Ближнем Востоке. Как ты считаешь, что это пиар-ход или какая цель в итоге? Я не верю в миротворческую миссию Шойгу. Ну, эта страна не способна к подобным действиям сегодня. Точнее, это государство, так скажем, правильнее так сказать. Потому что главный вообще выгодоприобретатель от обострения на Ближнем Востоке, это, безусловно, сегодня Путин. И, соответственно, есть подтвержденные факты перевода огромных сумм в крипте из московского вот этого вот сити, который контролируется на 100% ФСБшниками, если мы говорим про крипторынок, который там сидит. Там просто при каждой криптобирже, при каждом криптоторговце сидит представленный майор, полковник и так далее. Соответственно, у меня нет ни малейших сомнений в том, что Путин, напротив, всеми усилиями разжигает вот там вот это вот все. Потому что, когда пошла эта ситуация на Ближнем Востоке, тогда я просто живу в Европе и это вижу. Тогда из новостей стала уходить тема Украины. А, соответственно, сегодня медийный мир. И сегодня это очень важная тема. То есть пока что-то есть в медиапространстве, значит, тогда это беспокоит людей. Из медиапространства это что-то уходит. И я тебе рассказывал, когда я приезжал из Украины и показывал своим здесь друзьям в Европе свои фильмы о том, что там происходит. И они выпучивали на меня глаза и говорили, как? А мы думали, что там все остановилось. Нет, там ничего не остановилось. И поэтому, конечно, Путину надо, чтобы там все продолжалось. И чем хуже, тем лучше для него. Поэтому вся эта болтовня, это, знаешь, очередные путинские вбросы. А-ля нет-нет, мы не планируем нападение на Украину, мы не планируем повышать пенсионный возраст, я никогда не изменю конституцию, бла-бла-бла. Потому что то, что Путин врет, это, ну, очевидный, всем понятный факт. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Наши зрители сюда симпатии относились к израильскому государству. Друзья, ваши слова поддержки можете оставлять в комментариях. Нас смотрит много из Израиля, им будет приятно, но и слова это в целом меньше, чем мы можем сегодня поддержать. Кстати, о фильмах Ростислава, когда вспомнили, если вам интересно, то ссылку на YouTube-канал «Открытые медиа» можно найти в описании, там же можно посмотреть и фильм, о поездке Ростислава в Украину. Будем двигаться дальше. Колонна какая-то техники условная, которая двигается на Москву, такое мы уже действительно видели. Ты сегодня это вспоминал, и сразу возникает вопрос, кто кроме сил обороны Украины мог бы такой марш организовать. Радио Свобода провела исследование, к которому привлекло около 50 аналитиков, политологов, политэкспертов, и значит задала один вопрос, как в России сменится власть. И попросила проголосовать за те или иные сценарии. Ну, конечно, самое большое количество людей проголосовало за то, что власть в России сменится после смерти Путина. А вот второе и третье место делят между собой дворцовый или же военный переворот. Если не брать смерть Путина по естественным причинам, какой сценарий тебе кажется наиболее вероятным? Ну, мне кажется, что смерть Путина и не будет естественной, она будет противоестественной, то есть это будет физическое устранение, безусловно, то есть мне кажется, что все-таки какая-то техногенная штука с ним приключится, потому что слишком многие люди уже понимают, что если это произойдет, то мир вздохнется влегчением. И очень многие люди в России, в Украине, да и много еще где, в общем-то, эту новость воспримут как позитивную, несмотря на то, что понятно, что если ты человек, который в гуманистической традиции Европы, в общем-то, западного мира развиваешься, то ты понимаешь, что жизнь человека это великая ценность и главная ценность, но жизнь человека, который уничтожает других людей, ценностью, конечно же, не является. Поэтому я вот думаю, что в первую очередь возможный вариант вот такой, а сделают ли это какие-то путинские подельники, которые договорились с Западом о чем-то, либо сделают это военные, и которые поймут, что все, швах, труба, что все скоро на нары, если они это не сделают. Сделают ли это какие-то люди, которые, ну так мягко скажу, которые очень любят Украину и хотят Путину отомстить за то, что он сделал. Вполне возможно и такое. Соответственно, я уверен, что сейчас очень много где прорабатываются вот подобные сценарии. И, соответственно, я думаю, что это, конечно, скорее всего, будет обставлено как какая-то случайность, но в такие случайности верить не надо, потому что есть такая наука, как статистика, которая нам говорит о том, что когда с вип-персонами происходят много раз случайности, то это все случайностями быть уже не может. Еще раз, с научной точки зрения, никаких теорий заговоров здесь. Поэтому я не верю в случайность гибели Раиси, президента Ирана. Я не верю в случайность гибели и многих других президентов. Ты говоришь, разрабатывается план, вероятно, в разных местах много. Где? В середине России в том числе? Да, конечно. Внутри России есть очень много людей, которые хотят, чтобы все это закончилось. Более того, очень близко к Путину есть люди, которые хотят, чтобы это все скорее закончилось, потому что там тоже есть, ну, так скажем, люди разумные. Я не говорю, что они хорошие люди, потому что они рядом с Путиным, находясь, не возражают ему, не уезжают за границу, не протестуют никак против этого, а часто даже способствуют этому. Но, тем не менее, они часто хотят, чтобы это все закончилось, потому что, ну, у меня остаются контакты там и достаточно нормального уровня, чтобы я мог об этом посуждать не теоретически. Ну, хотят что? Хотят перезагрузки с Западом, снятие отношений с Западом, снятие санкций, не знаю, снова ездить, тратить на ворованное, словно в Пуршавель, а не в Дубай. Ну, хотят, да, с какой целью? Да, конечно, вот с этими всеми целями, потому что все же понимают, что вот после того, как Набиулина им объявила, что все, труба, всему конец, они поняли, что действительно это конец, потому что все верят Набиулиной, да, потому что, ну, к сожалению, или к счастью, там, для кого как, Набиулина – это, в общем-то, всемирно признанный авторитет в экономике. Ну, так вот уж получилось. Наша вот уфимская девушка стала вот таким вот светилом. Значит, и после этого они понимают, что, ну, если, соответственно, не принять какие-то меры, то, в общем-то, прощай на ворованное, прощай Куршавель навсегда и так далее. То есть, конечно, в этой ситуации я сложно себе представляю, что вот собираются там 20 олигархов и разрабатывают план устранения Путина. Это невозможно, потому что кто-то из них точно сольет информацию. Но когда, например, возникнет какая-то возможность у кого-то из них как-то точечно посодействовать какой-то ситуации, еще раз, какой-то техногенной катастрофе, например, они, конечно, это сделают, потому что раз – и все, и все пропадает, а ты уже позвонил куда-то там в знакомую лоббийскую контору, и тебя уже связали с, условно, там, Салливаном, например, и ты уже переговорил и сказал, что если я это сделаю, вы же мне, значит, это разблокируете счета, да, в Bank of New York. И мне сказали, конечно, старик сделает. Вот это в мире так происходит, как это ни кажется каким-то чем-то странным, невозможным, как бы это ни казалось, какими-то там фантазиями. Но в мире это происходит вот примерно так. И когда это потом вскрывается, через много-много лет, все удивляются, а как же вот это все было похоже на неправду. Вспомни историю с Хемингуэем, о которой все говорили, что он шизофреник, что думает, что за ним следят, а за ним просто следили все время. Здесь сразу возникает вопрос, если не Путин, то как там? Если не Путин, то... Так вот. Вот у меня тут гуляет один. Ну, дальше проекта преемник нету, да, условно, ну, по крайней мере, публично. Консенсуса по поводу того, кто может занять место Путина после его ухода, смерти, физической ликвидации. Насколько я понимаю, тоже нет неоднородно власть в России нынешняя, да, этот режим. Как ты считаешь, вот да, если даже вот такой план покушения, план убийства Путина, план его физического отстранения от власти существует, то наверняка, что те, кто это организует, подумают о последствиях. Что делать дальше? Смотри, что дальше? В любом случае, Украине, что делать? Украине надо с какими-то россиянами выстраивать отношения, потому что, конечно, там существует очень наивная позиция в Украине у некоторых людей, у некоторых политиков, которые заключаются в том, что вот после того, как все закончится, Россия перестанет существовать, она распадется на кучу маленьких стран, как бы, да, и поэтому выстраивать с ними отношения, какие не надо, там как-то все само случится. Ребята, это не так. Я тоже эмоционально настроен абсолютно так, как подавляющее большинство украинцев, потому что я думаю, что там очень много виноватых, там очень много неприятных людей, но тем не менее, там надо работать с теми, кто там остается, то есть вообще со всеми, кроме самых отъявленных военных преступников, надо взаимодействовать этому вот пресловутому западному миру, в который, безусловно, входит Украина и не последним участникам входит, вот после того, как она показала всему миру вот эти свои стальные такие принадлежности определенные. Значит, соответственно, после того, как случится физическое устранение, надо будет разговаривать там со всеми, потому что там начнется тихарда, там они начнут пропихивать своих людей. Безусловно, любой человек, который будет пытаться залезть на Олимп после смерти Путина, будет согласовывать свои действия с Западом, понимая, что Путина не стало, потому что он объявил войну Западу. И любой, кто следующий объявит войну Западу, его тоже не станет. Это абсолютная аксиома сегодня, потому что Запад сильнее. Запад показал на этом пресловутом ударе Ирана, насколько у него велика мощь военная, насколько у него велика мощь единства, которая возникает тогда, когда реальная опасность начинает существовать. И сейчас тоже Иран думает бедненький, да, как же ему там сейчас напасть на Израиль так, чтобы это было эффективно. Да никак не получится в любом случае эффективно, потому что Запад опять покажет. И, соответственно, значит, надо в России будет выстраивать какие-то соотношения с кем-то. А кто это будет? Конечно, это не будет сразу либеральная российская оппозиция. Безусловно, таких шансов нет. То есть сначала это какое-то окружение путинское, оно сначала сможет пропихнуть туда кого-то. Но в любом случае в одним из условий Запада будет для того, чтобы этот человек, некий человек, после путинский, там вот этот же условный Мишустин-Собянин, Собишустин, да, вот, значит, когда этому человеку будет позволено залезть на трон в России, а это именно так будет, потому что по-другому не получится, соответственно, одним из условий будет восстановление политики, открытие вот этого железного занавеса, запуск обратно в политику прозападных сил. Это обязательно будет. И, соответственно, вот там начнется уже интересный движ, там уже начнутся, как бы, соответственно, снова конкурентные вещи, какие-то этому человеку, этому условному Собишустину, да, ему будет тяжело там сопротивляться, потому что в политике они быть не привыкли, они в конкурентной среде быть не привыкли, они привыкли к административно-командным делам, и, соответственно, они, конечно, эту борьбу достаточно быстро проиграют, против них настроят людей, всем объяснят через вот эти вот отлично разработанные медиаканалы российской оппозиции, они сильно лучше разработаны, чем у российской власти, поскольку российская власть плывет по течению, и все делают вид, если Соловьев что-то сказал, то в это все поверили, не так же, соответственно, вот тогда уже вот важны будут отношения вот с теми, кто возглавит эту российскую оппозицию, то есть вот все эти люди, которых сегодня, ну, часто принято посыпать там, да, разными субстанциями в Украине, в том числе, ну, с ними надо разговаривать, и сейчас надо выстраивать отношения, надо и с Крамурзой, и с Яшиным, и с Ходорковским, и со всеми остальными, потому что, ну, вот они будут, хотят этого кто-то в мире, не хотят, причине, которое я только что подробно прямо списал. Друзья, как вы считаете, кто будет после Путина, в целом, кто может решиться на его физическое отстранение, что произойдет дальше, оставляйте все ваши мысли в комментариях, будет очень интересно почитать, самые популярные озвучим, возможно, в последующих интервью, так что, друзья, и после того, как вы нажмете с барского плеча на лайки, очень хочется, чтобы вы как честные люди поступили, мы с вами знакомы уже достаточно долго, почти два года, скоро будем праздновать, я считаю, за это время я точно заслужил того, что вы прислушались к моим просьбам, поэтому нажимайте на пальцы вверх, пускай нас становится больше, больше и больше. Ростислав, не могу с тобой не обсудить еще самый крупный обмен политзаключенными после окончания Холодной войны, в целом, я думаю, о том, кого отдала Россия и в целом о их идеях, мы можем отдельно поговорить, но здесь очень любопытно, кого забрала Россия, да, и они уже не скрывают в Кремле абсолютно, что тот же Красиков офицер ФСБ, они открыто признают, что эти хакеры, там, да, шпионы работали на Россию, Песков говорит, и Медведев, что вот, значит, мы забрали людей, которые помогали, работали на благо Родины, отдали предателей, то есть, ну, фактически признали, что, ну, они забрали собственную агентуру, собственных преступников. Красиков отдельно, отдельно интересный персонаж, он был, понятное дело, ключевым, помним, как Путин говорил, что даже Навального вроде бы как готов был бы обменять на, своего киллера, потом начали журналисты западные, российские, в том числе, выяснять бэкграунд какой-то этого Красикова, оказалось, что они там чуть ли не с 90-х вместе тусуются, и у Собчака вместе работали, и Красиков, может быть, вероятно, даже причастен к убийству Собчака, вот, и, значит, убивал он по приказанию Путина, по приказу Путина, как минимум два раза, и в Украину он ездил во время Евромайдана, в общем, потрясающе интересная какая-то биография, то есть, производит впечатление, что Путин забирал его не только для того, чтобы показать другим, смотрите, мы своих не бросаем, ну, а и то, что он имеет какой-то багаж, ну, действительно, очень важных для Путина знаний, вот, для того, чтобы их не раскрыли, то, значит, его пытались так сильно вытащить, ну, мой постоянный собеседник, еще, экс-шпион КГБ Сергей Жирнов говорит, что есть еще версия, что Путин и Красиков любовники, вот, как оно на самом деле, хотел бы твое видение увидеть, да, почему так цепился за Красикова Путин, что их так может объединить? Ну, по поводу Красикова, действительно, есть какие-то убийства, о которых мы не знаем, то есть, убийствовали это Собчака, я тоже не могу уверенно об этом говорить, но, конечно, смерть Собчака Путина была бы тогда очень выгодна, потому что Собчак был дядька вредный, дядька с характером, и он, конечно, в какой-то момент обязательно рассказал бы, кто такой этот Путин, поэтому для Путина это была такая бомба с таким часовым механизмом, о котором никто не знает, когда он взорвется, когда там, то есть, там нет табло, как в голливудских фильмах. И, соответственно, я хочу вообще тебе рассказать то, что почему-то никто не обсуждает вот в свете этого обмена, то есть, понятно, там разжевали уже все с Красиковым, этими шпионами из Аргентины, Словении и так далее, но вот этот весь обмен, как это ни странно, очень плохо скажется на моем большом друге и братья Ришери Моргенштерне, на самом деле, потому что там же вышел, приехал родственник вот того самого Клюшина, Артем, по фамилии тоже Клюшин, естественно, по-моему, он брат его родной. Вот, соответственно, ну, я так только намеками про это слышал от самого фигуранта обсуждений. Вот, и, соответственно, этот человек, сейчас вернувшись, конечно, он будет на каких-то там таких заметных орбитах находиться, поскольку, ну, его вытащил там лично Путин, там понятно, что он будет вхож в разные кабинеты, и в каком-то из этих кабинетов обязательно скажет о том, что вот, значит, надо новый виток, значит, атаки на тех звезд, которые, значит, там остаются, и на Алишера в первую очередь. Так что, я думаю, он эту новость воспринял так вот, рука-лицо, значит, понимая, что сейчас ему будет не сладко, что за ним сейчас побегут вот эти путинские бандиты, каким-то образом его пытаясь догнать. А то, что касается вообще всего этого размена, ты знаешь, конечно, да, двоякая история. С одной стороны, многие говорят о том, что да, сейчас новые Красиковые, новые вот эти Мишкины Чапиги поедут в Европу убивать, но с другой стороны, понимаешь, это ведь сложнее всего становится делать в последнее время, поскольку их начали достаточно эффективно ловить, потому что на Западе тоже вспомнили о том, что у них тоже есть спецслужбы, есть профессиональные, кстати, люди, которые умеют это делать, и не просто так ведь пошли утечки о том, что в последнее время путинские халуи используют уже другую тактику, то есть они уже не отправляют своих офицеров в ГРУ и так далее на задания в Европу. Они на этих, на эти грязные дела сейчас нанимают, соответственно, всяких архаровцев в Европе, то есть, грубо говоря, из бандформирований каких-то европейских, которых там, к сожалению, хоть отбавляют. Но понимаешь, какая штука здесь, когда они сейчас попытаются организовать какие-то новые диверсии в Европе, у них будет сложно это получаться, поскольку во всех бандах, во всех ОПГ существуют информаторы и спецслужб Европы. Это просто прямо доказанный, известный факт, это то, как действуют все нормальные спецслужбы, и поэтому сейчас, конечно, они еще и на взводе, потому что все знают о том, что есть угроза из России, что есть угроза из арабских стран некоторых, да, что есть угроза из ряда террористических организаций, и поэтому, конечно, сейчас там все эти агенты приведены в состоянии полной боевой готовности, они сейчас хорошо финансируются, а за каждого вновь выданного преступника они получают свою хорошую там файду, как в Башкортостане говорят, да, прибыль. Значит, соответственно, вот это все все-таки настраивает на оптимистичный лад и на такое все-таки финальное мнение, что обмен-то правильно сделали, поскольку, ну вот, вышедшие ребята, российские политики, да, некоторые из которых являются моими хорошими товарищами, вот, они ведь там получили очень серьезную такую закалку, да, то есть Нельсон Манделла не просто так стал Манделлой, да, потому что он, сидя вот в этой африканской тюрьме, кстати, он еще и общался с глубинным африканским народом, да, а точно так же, как сегодня, Кармурзай и Яшин общаются с глубинным российским народом. А вот если отмотать чуть раньше к нашей беседе с тобой, когда я говорил о том, что можно как угодно относиться к России и россиянам, у меня тоже к ним очень много вопросов и скепсиса, я же тебе даже говорил, что я после всего, того, как все это закончится, не очень-то хочу туда на постоянной основе возвращаться, да, потому что вот не хочу пожимать я руки там девяти из десяти людей, которых я раньше знал. Но, вот при всем при этом, там нужны какие-то люди, которые с россиянами будут работать, причем со многими россиянами, с большим количеством россиян, даже тех, которые нам с тобой очень не нравятся. И поэтому, когда российские политики оппозиционные, вот те, которые будут влиять на той вот самой второй итерации после ухода Путина, и с которыми надо будет Украине договариваться, потому что Россия не исчезнет, это наивное представление. Соответственно, вот эти люди, конечно, должны работать с российским электоратом так, чтобы электорат-то был приличным, а не в пару процентов тех, кто категорически, вот как я, например, на стороне Украины. Потому что понятно, что это выстрел себе в ногу, если ты политикой занимаешься. Поэтому я думаю, что здесь надо украинцам, экспертам и политикам и журналистам здесь чуть-чуть поумерить свой пыл и придержать свою ненависть, которая по понятным причинам присутствует и у меня точно так же. Но все-таки надо поощрять российскую оппозицию, которая подгребает под себя вот эту глубинную Россию. Это обязательно надо делать просто технологически. Я же политтехнолог, а не политпсихиатр, как Арестович. Друзья, ну, я уверен, у вас есть, что ответить, Ростиславу, оставьте ваши мысли в комментариях на вот эти тезисы. Даже представляю, что сейчас полетит, но не боюсь. Я просто, я должен говорить то, что я думаю, а не то, что всем нравится. Однозначно, да, и я, и наши зрители тоже ценят всегда твою точку зрения, свежий взгляд. Ты вот, кстати, вспомнил в абсолютно неожиданном контексте обмена Моргенштерна, давай еще напоследок немного, о культуре. Недавно ж Минюст российский отказался признавать Пугачевой на агентом, прокуратура подавала, да, все эти крики были, ну, все это и Шобла и Лепса, Мизулина, и там, кто там еще говорил, Михалков. Вот, ну, не суть, да, в общем, мы переживали тут наши зрители, что ее там какие-то списки экстремистов-террористов внесут, в итоге, прям Минюст официально не нашел повода для того, чтобы носить ее даже, давать и статусы на агента. И тут, вышел еще и тезис, что у Пугачевой может быть в Кремле покровитель. Как ты к такой, к такому сценарию? Ну, это давно известная тема, это Дмитрий Сергеевич Песков, тут, в общем-то, это в кулуарах, то, собственно, все знают, что это вот, как это ни странно, да, вот это дурацкое вертикальное ОПГ, которое сегодня является российское государство, оно вот функционирует так. То есть, как бы признавать Пугачеву или не признавать иноагентом решается в кабинете Путина, в диалоге Путина с Дмитрием Сергеевичем Песковым, который Путину каждый раз говорит одно и то же, что, ну, Владимир Владимирович, вот если мы сейчас ее признаем, то мы же получим, там, негодование десятков миллионов ее поклонников России. В принципе, он тут прав, надо должное отдать, все-таки мозги у него есть, да, хотя есть и много подлости, да, и резоблюдства, и умения прогнуться в нужных местах, но вот, собственно говоря, да, вот прикрывает Пугачева, Песков, это известный всем научный, медицинский факт. Но он еще прикрывает ее и мило общались, когда она приезжала в Россию, там, на пунктах Юдашкина, ну, то есть, это не только рацию, это еще и что-то эмоциональное. А понимаешь, а тут как бы рацию эмоций, они в едином порыве слились, потому что, когда Песков это делает, он ведь таким образом еще и усиливает свое влияние, то есть, он всем этим говорит, что ша, всем сидеть на одном месте ровно, не Лепс, и не Мизулина тут главный, а я, вот в этом идеологическом пространстве. Вот это вот то, что он делает. Ну, и, Ростислав, напоследок, не знаю, смотрел ли ты, вероятно, хотя бы отрывки интервью Лебедева Дудю? Да? Нет? Я не заставил себя посмотреть, я прочитал. Я вот сейчас вот пользуюсь этой вот опцией, когда можно читать транскрипт, потому что смотреть на эту рожу Лебедевскую, знаешь, это испытание еще похлевче, чем на Дудя смотреть, с которым я тоже очень скептически отношусь. Да, да, и, друзья, если вы сейчас задали вопрос себе, почему Ростислав скептично относится, можете посмотреть наше предыдущее интервью, там об этом много мы говорили. Я хочу, во-первых, для наших зрителей рассказать, что в Украине дали ответ Лебедеву. Один из его тезисов был, он говорил, что страшно хочет, говорит, чтобы, ну, цитата, наши военные продвинулись как можно дальше, захватили Одессу, чтобы я мог туда летать и жрать в ресторане Дача у Савы Липкина, конец цитата. Да, ресторан Дача потрясающий ресторан в Одессе, сам каждый раз, когда приезжаю, обожаю там бывать и на Саву Липкина я подписан в Инстаграме, в общем, он ответил Артемию, ответил ему на русском и сказал так, Артемий, просто иди на хуй, Одессу тебе не видать, сиди в Москве и соси хуй Путина, это все, что тебе осталось, конец цитата. И вот, я когда слышал, да, вот этот тезис, я хочу, чтобы наши военные продвинулись, чтобы я мог жрать, значит, в ресторане, чтобы я мог летать на самолете в Одессу, ну, Водудь тоже задавал этот вопрос, ты понимаешь, что это будет огромное количество жертв среди украинцев, среди российских военных, ну, это же не так просто продвинуться, да, то есть ты своих детей не хочешь на войну отправлять, ты сам это говорил, но при этом готов жертвовать чужими жизнями, чтобы пожрать в ресторане дача, и он такой говорит, ну, типа, такая логика. Ну, омерзение, Алексей, омерзение, это степень деградации вот этих вот людей, с которыми я раньше общался, с Лебедевым, кстати, я не знаком, не пересекались, так это как ни странно, вот, но со многими-то другими, да, и я не могу понять, то есть, то ли я такой идиот, что у меня был такой круг общения, который превратился вот в этих всех подонков, то ли вообще мир настолько плох, что когда всех заставляют убивать или покрывать убийства, или делать вид, что не понимаешь, что это массовые убийства, и ничего больше, да, вот все то, что в Украине происходит, это, конечно, очень удручает, и как-то жить становится очень грустно после всего вот этого вот, когда это осознаешь, но здесь все-таки надо, наверное, такую какую-то оптимистическую нотку в конце добавить, что, знаешь, все равно, все равно Лебедевых в России, я думаю, меньше, чем, условно, там, Карамурс, да, потому что, ну, вот, ведь изначально человек же создан существом, не злобливым, и не желающим никого убивать, а желающим, там, общаться, дружить, человек социальное очень существо, да, ему надо общаться со всеми, кто вокруг есть, и поэтому я очень надеюсь, что все-таки россияне со себя вот эту пелену, да, вот этого молчания все-таки стряхнут, а в основном, в основном, конечно, это молчание, да, процентов 80 просто сидят и не высовываются, да, мало ли что, я надеюсь, что когда-то это закончится, и все-таки, ну, как бы станет известно украинцам, друзьям моим, что все-таки не надо прям совсем крест ставить на этой стороне, что есть там какие-то люди, которые, ну, вот, из этого оцепенения готовы выйти. Спасибо, Ростислав. Друзья, по примеру, Савва Липкина послать Лебедева нахуй можно в комментариях под этим видео, там же найдете ссылку на YouTube-канал «Открытые медиа Ростислава», подписывайтесь, ну, и Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона, не забывайте для того, чтобы не пропускать в том числе наши новые встречи с политехнологом Ростиславом Мурзагулом. Спасибо, Ростислав, до новых встреч, друзья, с барского ключа, лайкосик, пожалуйста, добавьте. Спасибо, удачи. Пока. 13-річна Софій Косторожук. Ця дівчинка мешкала на Харківщині у місті Куп'янськ і саме там зустріла повномасштабну війну. Нагадаю, що Куп'янськ майже з перших днів російського вторгнення був під окупацію, а звільнили місто в бійці ЗСУ у вересні 2022 року. Саме тоді стало відомо про зникнення дитини. Де зараз може перебувати Софійка, досі так і невідомо. Можливо, що дівчинка перебуває на непідконтрольних Україні територіях. Сподіваюсь, що з вашою допомогою 13-річну Софійку вдасться розшукати. Давайте ще раз поглянемо на фото дитини. У неї русяве волосся, тонкі губи та овальне обличчя. Якщо раптом хтось бачив Софійку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Також хочу розказати вам історію сестричок Ліани та Нелі Капаленко теж з Харківщини. Ліані у березні виповнилося 14 років, а Нелі зараз 17. На цих фотокартках дівчатка явно молодша, та я дуже сподіваюся, що це не завадить їхньому розшуку. Інформація про зникнення сестричок надійшла ще в червні 2022 року з прикордонного міста Вовчанськ. З тих пір минуло два роки, але за цей час жодної звістки про сестерка Паленко так і не було. Можливо, Нелю Таляну ще тоді вивезли на непідконтрольній Україні території, або навіть до Росії, тому дуже важливо знати навіть найдрібніші деталі їх зникнення. Якщо раптом хтось бачив дівчаток, чи знає про них, бо дай якусь інформацію, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 16-річний Іван Бастрюков. Хлопець теж зник у місті Куп'янськ в серпні 2022 року. Приблизно за місяць до звільнення міста від росіян. Іван виглядає на свій вік, у нього овальне обличчя, темно-русяве волосся та каріочі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Нагадаю, якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. А тепер щодо підконтрольних Україні територій та більш-менш спокійного життя. На жаль, тут також зникають діти, і як показує досвід Служби розшуку дітей, переважно більшість з них – це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які, безумовно, можуть запобігти раптовій втечі дитини із дому. Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутися. Може, це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може, це буде хтось з учителів. Або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. Якщо це трапилось на вулиці? Куди бігти? Як кликати про допомогу? Як взяти таксі і доїхати додому? Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто, проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті. В будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stop Crime UA Увей.